итак дорогие друзья всем доброго утра добра добрейшая веселейшая прекраснейшего утра и мы продолжаем изучать тору тора это учение учения которое бог передал еврейскому народу на горе синает 3300 лет назад и значит сегодняшний урок сегодняшний урок торы посвящается поднятию души аннабад аркадий аннабад аркадий это мама мама наших моих близких друзей она ушла в как говорят в на иврите когда человек умирает говорят что он аллах ли он амо что он пошел в его мир именно он пошел в его мир что имеется ввиду в этом слове человек строит при жизни находясь в этом мире он строит себе там на небе новый свой мир как бы он строит себя свою виртуальную как голограмму до своими действиями мыслями он строит себе виртуальную голограмму и выстраивает свой мир и когда человек умирает он аллах ли он амо он пошел в его мир так говорят и вот аннабад аркадий она в возрасте 98 лет в москве ушла в алхали у нам а то есть она пошла в ее мир и сейчас ее потомки которые религиозные люди ее дочка мириам до мириам аббат получается . анны она здесь находясь в израиле как раз на балет коронавирусом не может сейчас приехать представляете это вообще такая вот сейчас мы живем в таком мире где есть разные форс-мажорные обстоятельства но она попросила говорит давайте для нее что-то сделаем и урок торы который мы здесь производим духовную энергию сейчас это духовная энергия как воздушный шар наполняет ее и она там приходит заходит то что называется суд но суд это как бы чтобы мы были понятными словами объясняли на небе есть очень круто я всем советую прочитайте книгу империя ангелов бернард вербер прям запишите прочитайте и он описывает таким понятным языком как душа поднимается на небо и как проходит ее суд это как считается все ее действия как в экклезиасте говорил царь соломон он говорил так в конце софдавар окольний шмат в конце концов все понятно это лати мара бога бойся митсвата в шмор заповеди его соблюдай тизе коля адам в этом весь человек и знает дальше он продолжает за все бог приведет на суд и за хорошая и за все бог приведет на суд все скрытое и хорошее и плохое и задает вопрос кстати вот интересно задает вопрос хорошо бог приведет на суд за плохое это понятно делал плохие вещи заплати карма теперь ну а почему за хорошая приведет на суд а за хорошая приведет на суд с Каким намерением ты делал хорошее? Вот это очень важно. Иногда человек делает доброе дело. Иногда человек кому-то помогает. Но только Бог знает его намерения в этот момент. Когда человек переводит бабушку через дорогу, вроде он делает доброе дело, но эта бабушка-то, он может ее перевести через дорогу раз, второй, третий, а потом квартиру забрать. Понятно? Это не называется. Хотя переводил через дорогу доброе дело, а квартиру забрал. То есть намерение было плохое. Понятно, да, идея? Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать сейчас Медилат Эстер, Свиток Эстер. Я в следующий раз, завтра, с Божьей помощью, я покажу вам, как выглядит настоящий Свиток Эстер. Потому что с момента, как он был записан 2400 лет назад, в нем не менялась ни одна буква. Ни одна буква. Есть специальное правило, как пишется Свиток Эстер. И он переписывается с существующего списка. То есть Свитка. Тот, кто пишет его на пергаменте, он смотрит обязательно на существующий Свиток. И он буква в букву переписывает. Потом проверяет. Если хоть одна буква в нем изменена или неправильно написана, он считается некошерным. Он неразрешенный. И им нельзя пользоваться. Его уничтожают. Поэтому то, что мы сейчас изучаем, это документ, который был записан 2400 лет назад, когда еврейский народ вернулся из Вавилонского изгнания и построил второй храм. Это как раз вот это время, когда был записан Медилат Эстер. Второй храм был построен, вот этот последний храм, который был, он был построен, получается, если в 70-м году нашей эры он был разрушен, значит, он простоял 420 лет, можете посчитать. Где-то 2350 лет назад он был построен. Вот так было дело. И рассказывается история, как в государстве, которое состояло из 127 стран, Персия, Мидия, Вавилон и так далее, на власть зашел Ахашвирош. Этот Ахашвирош, он был правитель, который поднялся с самых низов, как Сталин. Сталин поднялся с самых низов вообще. И он поэтому очень прямо старался уничтожить, уничтожить всех, кто могли ему забрать у него власть. И он был очень такой властолюбивый. И он очень следил за тем, чтобы у него была неограниченная власть. И когда его жена Вашти, Вашти это была внучка царя Навуходныцара, который разрушил первый храм, когда она не выполнила его приказ и не пришла к нему, когда он устраивал пир со своими всеми главарями этих 127 стран, министрами, он приказал ее убить по совету Мемухана. И вот мы дошли до второй главы. Вторая глава, мы находимся в пятом отрывке второй главы. Говорится так. Иш-Иуди Аябы Шушана-Бера. Человек, еврей, был в Шушане, в Сузах. Шушан это Сузы. Сузы в столице. Ахашвирош, он правил в городе Сузы. Он перенес туда столицу. И если сравнить с историей, то, что написано в Витипедии, то это был царь, которого Иликсеркс или Артаксеркс. То есть это абсолютно реальное такое лицо. Значит, жил там один Мардыхай, которого звали... Он был сын Яира, сын Шиме, сын Киша из колена Беньомина. Из колена Беньомина это важное добавление. Потому что Мардыхай, он был из еврейского царского рода. Но он был из царского рода первого. Первый царь в народе Израиля был царь Шауль. Его звали Шауль. И он не послушался приказ Бога, который был передан через пророка Шмуэля. И Бог лишил его царство. И вместо него поставил царем царя Давида. Царя Давида, опять же, через пророка Шмуэля Бог показал, что царем будет вот этот вот парень, простой пастух. Царь Давид был пастухом. И он говорит, царем будет он. И царский род до конца времен в еврейском народе будет его потомкам принадлежать. Царь Соломон был сыном царя Давида. Он построил первый Иерусалимский храм. А вот Мордыхай, о котором здесь рассказывается, он был потомок первого царя, царя Шауля. Он был из царского рода. Это нам важно знать для дальнейшего понимания ситуации. Значит, дальше продолжает Медилат Эстер. И он был изгнан, изгнание, Агала это изгнание. Значит, он был отправлен в изгнание из Иерусалима вместе со всеми изгнанниками, которые были переселены, изгнаны во времена Ихании, царя Иудеи, которых выгнал на выходный царь царь Бавеля. То есть, царь Бавеля, царь Вавилона на выходный царь, захватил Израиль, разрушил первый храм и взял еврейский народ и переселил их в Вавилон, как когда-то пытался Сталин переселить, например, чеченцев в Сибирь. Он, по-моему, пытался немцев в Казахстан, там, ну и так далее. То есть, это такая тактика у диктаторов переселяют народы, чтобы они были все слабые. То есть, когда народ не живет на своей земле, он слабеет. И вот это сделал на выходный царь. Теперь дальше. Воея Оменет Адаса и вот этот вот Мордыхай, он усыновил, он усыновил Адасу, девушку по имени Адаса. Она же Эстер. У него было два имени. Есть имя Вавилонская Эстер, а есть имя еврейская Адаса. Как, например, у меня, меня родители хотели назвать Исаак в детстве, в честь моего дедушки. У меня папа Борис Исаакович. Но в советское время назвать мальчика Исааком в 1973 году они постеснялись как-то, думали, не хотели, не хотели жизнь портить, да. И они меня назвали Игорем. Игорем они меня назвали. Но в семье знали все, что меня зовут Исаак. Исаак. А как бы называют меня Игорь, да. То есть это как одно и то же имя. Так вот, с Эстер была та же история в Вавилоне. У него было имя Эстер. Ученые сейчас спорят, что это за Эстер, откуда происхождение имени. Некоторые говорят, что это была у них такая Иштар. Иштар, это как Пелевин много про нее пишет, в Вавилоне была одна из главных идолов Иштар. Но это странно, чтобы Эстер, еврейскую девушку, назвали в честь Иштар. Эта версия, она очень слабая. Некоторые говорят, что Эстер, это в честь Стар, это звезда, что ее назвали звезда. Она была Стар, суперстар. А некоторые говорят, что Эстер, это от слова скрытое. Само слово скрытое на иврите, сокрытое, скрытое, это Эстер. И Меделат Эстер, скрытый свиток, можно так понять, потому что в нем ни разу не упоминается имя Всевышнего. Во имя Бога. Хотя вся эта история, она показывает проявление Всевышнего. И мы чуть позже поговорим о глубинных таких вот слоях. Мы сейчас изучаем внешнюю канву 10 глав, а потом мы поговорим о глубинных каких-то вещах, которые нам передали через пророков в этой книге. Хорошо, значит, шестой отрывок, седьмой отрывок. И был, он усыновил Мордыхай Адасу, Адасу, она же Эстер, которая была дочкой его дяди, и не было у нее папы и мамы, у нее погибли родители. Как похожая ситуация с Романом Абрамовичем. Романа Абрамовича воспитывала семья дяди, потому что его родители погибли. Погибли оба родителя Романа Абрамовича и воспитывал его дядя. Также вот эту девочку Эстер Адасу усыновил Мордыхай, потому что у нее погибли оба родителя. Веонара Яфат-Туар Ветуват-Море и про нее сказано, что она была девушка Яфат-Туар. У нее была, она была статная, красивая девушка. Когда Тора говорит о человеке, она употребляет три обычно характеристики, чтобы описать его внешность. Есть Яфат-Туар, это и стать. Туар это стать. Есть Товат-Море, красивое лицо. Это может быть красивое лицо, но не статное. Бывает статное, но не красивое лицо. А у нее была, и она была статная, то есть у нее была фигура как у художественной династии. Она была Товат-Море, у нее было очень красивое лицо. И дальше написано про нее И когда умерли ее папа и мама, взял ее Мордехай ему в дочери. Взял ему в дочери. Все, она была его дочка. Хорошо, мы же знаем, что Мемухан, который посоветовал царю Ахашвирошу убить Вашки за то, что она его не послушалась, он же посоветовал потом сделать конкурс красоты и собрать со всех 127 стран самых красивых девушек. А если девушки не хотят идти добровольно, то забирать, так как у него была неограниченная власть, забирать самых красивых девушек, чтобы царь выбрал себе невесту. И Ваеи Баишама Два Ромелах Ведато и когда в это же время, когда услышали, когда всем сообщили приказ царя, чтобы собрать всех девушек красивых в Сузы, в Шушан, в столицу, собирать их в специальное место, которым управлял человек по имени Эгай, в Эти Лаках Эстер Эльбет Амелех Элият Эгай Шумера Нашим. И она тоже была схвачена и отправлена вот в этот вот дом, в котором управлял этот Эгай, значит, она была схвачена среди, просто написано сила, она была схвачена с улицы, украдена и отвезена в этот дом, в котором управлял этот Эгай. Интересная деталь, что Дональд Трамп, он же был владелец конкурса Мисс Мира и он как раз Дональд Трамп до того, как он стал президентом США, он был как бы ну по по определению он был владельцем мероприятия, которое, он владелец торговой марки, владелец мероприятия Мисс Мира, где определяли самых красивых женщин. И вот этот Эгай здесь, он был глава этого дома, в котором были женщины, собирались девушки для того, чтобы быть предоставлены этому царю Ахашвирошу. Вот что такое настоящий царь в то время, неограниченная власть, делал, что хотел вообще, что хотел делал. Хорошо, значит, Ветти Тав Анара Бейнаф и вот эта девушка Эстер, она понравилась в его глазах, этого Эгая, который был главный по сбору девушек, Ветти Са Хесет Лифанав и поднялась милость перед ним Вейбаэль Этамруке и он сразу же начал ее готовить к тому, чтобы она зашла к царю Вет Манута Латетла и давать ей лучшую еду Вет Шева Анарот Аруйот Латетла и дал ей сразу семь девушек служанок Мибет Амелах из дома царя Ваишанеа Вет Нарате Литов Бет Анашив и он дал ей все лучшее, что было в этом доме, где готовили девушек Комментаторы говорят, мудрецы наши говорят, что это третья характеристика которая определяет красоту называется она худшель хесет милость в глазах людей то есть бывает, что человек он и не статный и лицо не очень красивое но он вызывает она всем нравилась то есть все, кто на нее смотрели она всем нравилась и вот этот вот Эгай который был опытный такой глава Гарема да он когда увидел ее Эстер он понял сразу что она станет царицей он понял сразу что она станет царицей и он ее выделил среди всех вот задают вопрос что она могла кушать если она была религиозная еврейка кошерная и она не могла есть не кошерную еду наверное она была веганом мы знаем что были до этого при дворе при дворе на выходной царе когда он угнал еврейский народ то он самых знатных юношей из самых знатных семей включая пророков пророк Даниэль служил у него во дворце и были Эгай Захария в Эмалахе пророки то есть они были вегетарианцами они ели веган они ели семена всякие травы овощи фрукты это же все кошерное и они ели только не ели мясо не ели мясо и все все остальное овощи фрукты семена все кошерное и она ела то же самое значит здесь есть еще один интересный нюанс значит он сразу выделил ее среди всех других девушек он понял что она будет будет она царицей. Так у него была интуиция. Дальше написано так. Лои дидо эстер эт ама вэт молотта ки мордыхай цива але ашер лот адит. Значит, эстер, она не сказала из какого она народа, и не сказала она из какого она города, она не сказала своего происхождения. Значит, ки мордыхай цива але, мордыхай приказал ей, чтобы она не говорила. Значит, мордыхай, он не хотел естественно, чтобы эстер забрали в царский дворец, царский гарем. Это для него было неприемлемо. Она была еврейка, религиозная еврейка, из рода царя Шауля. И он очень не хотел, чтобы ее просто забрали в гарем, изнасиловали и так далее, но он ничего не мог сделать. Потому что мудрецы отвечают, комментаторы, что когда этот приказ был объявлен, он ее прятал, он ее скрывал, он сам был при дворце, и было сказано, что царю нужны самые красивые девушки, а он ее прятал. И он понимал, что если сейчас он начнет какие-то движения, то его казнят за то, что он не выполнял приказ царя. То есть там было, ослушался приказ царя, сразу смертная казнь. И он ей говорит, эстер, смотри, как-то он ей передал, что ты не говоришь, что ты из царского рода. Возможно, тебя отпустят. Он же не женится просто на девушке с улицы, там, с рынка, сделать царицей. То есть, сделай все, чтобы он тебя отпустил. И она не говорила, кто она, что она, откуда она все это скрывала. Теперь дальше. И каждый день Мурдыхай ходил во дворе вот этого дворца, где держали женщин. Чтобы узнать, как дела у эстер и что там делается, какие новости он хотел узнать. Теперь, сколько времени это продолжалось? Как вы думаете? Вот мы сейчас находимся в карантине год. Год мы находимся в карантине. Я помню, что 20 марта я приехал в Израиль, когда как раз начался вот этот весь эпидемия. Год назад я приехал 20 марта. И вот как раз тогда началась вот жестко вот эта эпидемия в марте. Значит, значит, написано так. Так, мы находимся в 12-м отрывке. Убеядиа торнаара венаара лаво эль амелах Ахашвирош мекет сиотля кэдатанашим шнейм асар ходыш. Значит, когда наступала очередь девушки и девушки, то есть ему каждый день заводили новую девушку. Ахашвирош был такой, прямо в Талмуде говорится, что он был как медведь. Он такой был очень, каждую ночь ему девушку новую заводили. Представьте. Значит, каждую ночь ему заводили новую-новую девушку. В конце, когда у нее заканчивался ее срок карантина этого, 12 месяцев. 12 месяцев был карантин. Тикэ нэм льуу ямэй мэру кэгэм. Значит, половину этого срока их натирали специальными маслами и наблюдали за тем, будут ли пятна на коже или нет. То есть, почему именно 12 месяцев? Проверяли, чтобы они были полностью здоровы. И говорят комментаторы, что почему именно 12 месяцев? Есть болезни, которые проявляются зимой, есть болезни, которые проявляются весной, хронические разные и так далее. Есть болезни, которые проявляются летом, есть болезни, которые проявляются осенью. Их 12 месяцев, 12 месяцев их держали в этом карантине. 6 месяцев Их написано, натирали маслами специальными, разными. И 6 месяцев тоже их какими-то травами натирали и так далее. Смотрели на реакцию кожи. То есть, ему заводили только 100% здоровых девушек к этому Ахашвирошу, чтобы он не заболел. Боялся вегерических заболеваний, наверное. И вообще он не хотел, ему жену искали. Он хотел жену максимально здоровую физически, чтобы... Ну, то есть, это было для него очень важно. Хорошо. Берев иба, убаботер ишава, эльбета нашим. Так, сейчас, секундочку. Дальше. Отрывок номер 13. Смотрим по времени у нас. Сколько сейчас времени? Секундочку. Еще, ладно, вот этот мы отрывок дочитываем. И все. Отрывок номер 13, второй главы. И вот эта девушка приходила к царю. Все, что она говорила, давали ей. Ля войма, чтобы она взяла с собой ми бейта нашим из дома, где был дом подготовки девушек. И от бейт амелых до дома царя. Значит, там была очень такая непростая ситуация. Ситуация была очень непростая. Почему? Потому что эти девушки, которые готовили, они жили в одном доме. Потом он ночь проводил с этой девушкой. Ее переселяли в другой дом. После того, как он с ней переспал. Даже если он на ней не женился, она уже не могла ни с тем больше жить. И она жила в этом гареме. Страшная вещь. То есть, для девушек, вот многие думают, там, вот, классно, там, быть в гареме. Погуглите, погуглите, посмотрите на эти гаремы, как они там, все эти женщины живут. Значит, и все, выйти не могут. То есть, если царь уже ей попользовался, то уже никто другой ей пользоваться не может. И они поэтому, когда они шли в дом царя, они говорили, дай мне то. То есть, они очень боролись за то, чтобы царю понравиться. Там, кто-то просил обубны, кто-то еще что-то. Это драгоценности, какие-то платья того времени и так далее. То есть, они готовились, потому что это был их единственный шанс. Вот она через ночь прошла через него. И если она ему не понравилась, до конца жизни она будет сидеть в этом гареме. И все, значит. А если она ему понравится, то она станет его любимой женой. И она будет там иметь какие-то привилегии. Понятно, да? Значит, последний, четырнадцатый отрывок. Так. Значит, смотрите. Правило, какое было правило. Четырнадцатый отрывок. Бээрэв и Баа. Вечером она заходила. У Баботир и Шава. Утром она возвращалась. Эльбейта на Шим. В дом на Шим. Шини. Во второй дом женщин. То есть, были женщины, которые до. Были женщины, которые после. И дальше идут перечисления евнуков. Там они были под контролем. Шашгаз. Какой-то был Шашгаз. Стрисамелых. Это был. Он был евнух. Те, которые потом их охраняли. Им хозяйство обрезали полностью. Вырезали прям. И они были евнухи. Такие бесплодные. Без хозяйства. И Шумера Пилатшим. И они охраняли их наложниц. То есть, после того, как царь с ней ночь провел. Она становилась в статусе наложница. Наложница это не жена. Но она принадлежала царю. Но. Она не зайдет больше к царю. Только если он ее захочет. Это Мелых. Вы не крабышем. И позовет ее по имени. И пятнадцатый отрывок. И когда пришла очередь Эстер. Дочке Авихаэль. Значит. Это мы завтра мы изучим. Что было дальше. Как было дальше с Эстер. Как разворачивалась ситуация. Мы узнаем завтра. С 10 до 10.20. Ждем вас на уроке Торы. Сейчас мы изучаем свиток Эстер. Есть ссылочка. Сайт Вайкра. Там есть перевод. Вы можете погуглить. Посмотреть Витипедия. Это очень интересно. Вообще. Эта книга входит в письменную Тору. Медилат Эстер. Эта книга входит в христианскую Библию. Я не знаю как ислам. Как Коран относится к свитку Эстер. Но я знаю что в Иране до сих пор есть модилы. Мордыхая и Эстер. Есть их модилы. И это святое место. Куда мусульмане приходят молиться. Потому что они были пророки. И Мордыхай и Эстер были пророками. Это я точно знаю. Что в Иране есть их модилы. Там как раз где вся эта история происходила. Все. Встречаемся завтра с Божьей помощью. И духовная сила от этого урока. Идет Анне. Анне дочки Аркадия. Чтобы ее душа была связана с душами живых. Потому что те которые сумели при жизни построить себе духовный дом. Украсить свою душу. Они живые. То есть они что здесь были живые. Они там живые. И когда человек уходит. Мы желаем ему и его родственникам. Когда он уходит. Что пусть его душа вот этого кто ушел. Будет связана с душами живых. Самых больших праведников. Все. Удачи. Успехов. Всем хорошего. Прекрасного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok